В шесть лет он уже играл на театральной сцене, а в девятом классе проснулся знаменитым на всю страну. Александр Якин боялся стать актёром одной роли, а режиссёры видели его только в одном амплуа. Давайте же узнаем, как сложилась судьба 32-летнего актёра и с кем он счастлив в семейной жизни. Александр родился в 1990 году в подмосковном городе Чехов, и хотя в его семье никто не связан с актёрской профессией, тяга к сцене у Саши проявилась уже в раннем детстве. С шести лет он занимался в местном драмкружке, став чуть постарше, увлёкся школьными постановками и решил, что станет профессиональным актёром. В 11 лет Якин уже играл в спектакле городского детского театра. В том же возрасте он дебютировал в кино, ему досталась крохотная роль в детском фильме «Повелитель Луж». В 2005 году 14-летний Якин сыграл главного героя в драме «Парниковый эффект». А через год юный актёр проснулся знаменитым, на экраны вышел ситком «Счастливы вместе». Саша получил одну из главных ролей, он играл школьника Рому Букина. У этого персонажа было лишь одно желание – влюбить в себя как можно больше девчонок. Когда сериал начали снимать, Якин учился в девятом классе и был на хорошем счету у преподавателей. Однако из-за участия в проекте времени на учёбу почти не было, поэтому он сдавал экзамены по индивидуальному графику. Пока на съёмочной площадке был перерыв, юный актёр зубрил билеты. После окончания школы в 2007 году Якин поступил в ГИТИС на актёрский факультет и учился на курсе у Владимира Андреева. Параллельно он по-прежнему снимался в «Счастливы вместе». Первый курс завершился, в съёмках тоже сделали перерыв. Актёру была нужна подработка, поэтому он устроился водителем в городскую администрацию родного Чехова. «Когда ты не можешь работать по профессии, идёшь туда, куда можно устроиться. Это не деградация вовсе. Я был водителем, пока не нашли нового сотрудника на моё место», – говорил Александр в интервью московскому комсомольцу. И хотя роль Ромы Букина принесла Якину первую широкую популярность, после неё ему было сложно получить работу в других проектах. На кастингах Александра хвалили за актёрский талант и технику игры, а дальше извинялись и отдавали роль другим актёрам. Оказалось, что режиссёры по-прежнему видят в нём только школьника – Рому Букина. Удача снова улыбнулась актёру в 2011 году, когда он получил главную роль в ностальгическом комедийном сериале «80-е». Якин сыграл Ваню Смирнова, студента, который попадал в разные смешные истории. Съёмки были очень интересными, потому что актёры не знали, как будут развиваться события в жизни их персонажей. Создатели проекта держали интригу и не давали нам читать сценарий полностью, – вспоминал актёр. В 2012 году по окончанию вуза Якина приняли в труппу Театра наций. В нём он служит до сих пор и сыграл в таких спектаклях, как «Идиот», «Укращение строптивого», «Левша», «Триумф любви». После главной роли 80-х Якин сыграл ещё одного яркого персонажа – шустрого дельца Саню в сериале «Физрук». В этом проекте он снимался вместе с Дмитрием Нагиевым и Виктором Сухоруковым. «Поначалу сильно переживал, но именитые актёры вовсе не давили своим статусом, а помогали молодому артисту. Нагиев очень тактично общался со всеми, а мне помогал придать ещё больше юмора некоторым сценам. Я ему очень благодарен за профессиональные подсказки», – вспоминает Александр. Героям Якина не везло в личной жизни, в отличие от самого актёра. Ещё в студенчестве он познакомился с Анной Зайцевой, которая тоже училась на актёрском факультете. С тех пор пара не расставалась, а летом 2016 года поженились. Но Саша и Аня не хотели пышную свадьбу с множеством гостей. Они устроили скромное торжество в кругу родственников и самых близких. Правда, первое время Якин скрывал от поклонниц свой новый семейный статус. Анна Зайцева, как и её муж, тоже играют на сцене театра наций. Якин не любит афишировать свою семейную жизнь, поэтому крайне редко публикует совместные снимки с женой. Саша и Анна живут в загородном доме, за которым ухаживают своими руками. У супругов пока нет детей, но они хотели бы стать родителями в ближайшем будущем. У 32-летнего актёра Якина пока всего 16 ролей в кино, но он не расстраивается по этому поводу и относит себя к тем актёрам, чей талант раскрывается с годами. Александр востребован на театральной сцене, но главное, ему удалось избавиться от амплуа подростка-неудачника. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!